Всем привет! Вчера сидела долго на ютубе и наткнулась на одно видео. Оно мне показалось достаточно интересным. Видео называлось там, как прожить на 350, по-моему, рублей в неделю. Я подумала, почему бы мне не снять свое такое видео, потому что в том видео я наблюдала за тем, что девушка ест изо дня в день гречку с морковкой, по-моему, или с луком. Я за то, чтобы питание было полезным, разнообразным и одновременно сбалансированным. То есть, чтобы в вашем меню присутствовали белки, жиры, углеводы, чтобы одновременно не только насыщаться, но и получать удовольствие, например. Потому что на 50 даже там рублей можно купить себе пакет или два пакета гречки, сварить себе две кастрюли каши и вот жрать эту кашу не в себя всю эту неделю и думать, вот, я проживаю на 50 рублей в неделю. Вот это достоинство, да. Но на самом деле хочется одновременно и разнообразить меню, и не сильно много тратить на это денег. И вот в этом эксперименте посмотрим, что у нас получится. Ну вот мои пакеты с продуктами. Сейчас буду разбирать и смотреть, что я купила. Первое это огурчики, второе два перца, яблочки, апельсины, целый пакет картошки. Сколько здесь килограмм? Здесь два килограмма с половиной. Весь килограмм картошки нам не понадобится, поэтому я не знаю, но останутся какие-то остатки, но это ничего страшного. Эксперимент есть эксперимент. И вот морковка. Как-то вот я заказывала меньше. Я заказывала меньше. Я еще посмотрела, что... Я посмотрела еще на чеке, что вот здесь кило сто восемьдесят пять. Вот, целая куча морковки, шесть морковин. Следующие вещи не идут в счет. Это шеи и желудки цыплят. Это для того, чтобы мне Решку кормить, собаку мою. Вот, я ему варю мяско, варю гречку, и он такое ест. Поэтому это в счет чека не идет. Дальше я купила вот такое мясо птицы. Это бедро цыпленка-бройлера охлажденное. Я стараюсь не покупать замороженное, покупаю охлажденное, потому что они приходят замороженные, их размораживай. Ну, лучше заморозить в своем морозильнике, да, чем размораживать. Поэтому я покупаю сразу охлажденное, если нужно, я его заморожу. Ого, я даже не ожидала, что мне придет вот такое вот мясо. Здесь шестьсот пятьдесят три грамма. Это лопатка свиная, бескостная. Мы на основе этой лопатки будем готовить плов. Взяла еще половинку самого дешевого хлеба, он был на акции. Я подумала, почему бы не взять, вместе с салатиками можно кушать хлеб. И по пакету гречки и риса. Рис пойдет для плова, а гречка будет как на гарнир, с курочкой, например. Дальше у меня банка кефира, банка молока, сыр фету мягкий, пачка майонеза провансаль люкс. Свекла. Я последнее время покупаю вот такую свеклу. Она уже сваренная и завакуумированная. Свекла отварная, стерилизованная, целая. Есть еще кубиками нарезанная, ломтиками, дольками, чем угодно. Я почему не покупаю просто свеклу? Да потому что ее варить час. Вы представляете? То есть вы стоите над этой кастрюлей. Ладно, не стоите над этой кастрюлей, но все равно за этим нужно наблюдать. И у вас теряется, ой, у вас теряется целый час. А так вот, пожалуйста, купили свеклу, не такая уж она и дорогая. Я из нее буду делать салатики. Сыр российский. Если честно, я ожидала, что он будет потверже. Какой-то он мягкий, хотя написано просто российский. 50% Витебск РБ. Ожидала, конечно, что он будет потверже. Не люблю сильно мягкие сыры, но это такой не сильно мягкий, но какой-то такой мягковатый. Витчина. Сколько здесь? Здесь 595 грамм. Вот по поводу всех этих продуктов еще скажу одно важное замечание, что если вы покупаете продукты в магазине, я вот понимаю, что у меня здесь какая-то часть продуктов останется. Потому что, ну, не хотела я себе покупать 6 морковок. Мне вот для того, что я себе запланировала, достаточно было 4 больших морковок. Там 6 больших морковок. Соответственно, вот 2 морковки останется. Но я заказывала доставку, чтобы самой не ездить в магазин. Если бы я поехала в магазин, я бы купила точное ровное количество. И ветчины, например, я бы купила не 592 грамма, как вот здесь мне привезли. Тут уже они кусковые. Привозят. Какой кусок достанется, такой и положат. А я бы купила, например, грамм 300. То есть это было бы по деньгам немножечко меньше. И последнее, что было в сумке, это древесный наполнитель для кошачьего туалета BioClean. 100% натуральный продукт. Я для кролика, ну это наполнитель для кролика, я покупаю для кролика древесный, либо травяной наполнитель. Никакой другой, никаких силикатных наполнителей не покупаю. Потому что кролик это такое существо, кролик это такое существо, которому нужно все попробовать на зуб. И если у него что-то лежит в клетке, ему обязательно это нужно попробовать на зуб. Поэтому ничего силикатного я даже представить себе не могу, чтобы кроликам силикатный наполнитель складывали. Ну вот так вот у него тут обустроено. Здесь сенник, сидит пумба. Клетка у него, видите, достаточно большая, просторная. И он такой маленький, зверюшка в ней сидит. Ой, ну что ты лезешь? Что ты лезешь, зверь? Миша забыл клетку закрыть, без вопросов. Пумба сидел в клетке целый день, даже не попробовал выйти. Сейчас ему просто интересно, но он не выйдет все равно, я тоже проверяла. Забыла показать, что я еще купила яйца, я их уже сварила. Это был десяток яиц. Первое, что мы сейчас будем готовить, это плов. Я вам покажу самый легкий, самый оптимальный рецепт приготовления плова. Плов мы будем готовить вот в таком казане. Это казан для индукционной плиты тоже подходит. У меня как раз индукционная плита. Для начала возьмем морковку и натрем ее на такую вот терку. Вот я натерла морковку. У меня остался вот такой огрызочек морковки, потому что потом уже тереть сложнее, страшно поранить руки. Пойду угощу кролика. Разогреваем сковородку и закидываем сюда морковку. Пока у меня обжаривается морковка, я порезала мяско. Ну, мяско я режу такими небольшими, но и не маленькими кубиками, брусочками, кусочками. Вот как-то так. Дальше обжариваем мяско, желательно до какой-то небольшой румяной корочки. Вот этот плов от силы готовится минут 20. Вот вашего реального времени нужно минут 20. А вот этого казана нам хватит на три раза, чтобы покушать три раза. Вот обжарилось наше мяско. Я добавляю обжаренную морковку. Следом я высыпаю уже промытый заранее рис. И самое главное, я заливаю это все недавно закипяченной водой. Сейчас вот хотела поговорить на тему того, что я купила перцы, огурцы, помидорки, сыр фету. Это все достаточно дорого. И, ну, это получится дорогой салат. Мне просто нравится салат греческий, да. Но за эти же деньги можно было сделать два каких-нибудь других салата. Например, оливье или с крабовыми палочками, или какой-нибудь салат с пекинской капустой. Это было бы дешевле, я не спорю, это было бы 100% дешевле. Но я купила вот, ну, именно такое, из такого расчета. То есть можно, в принципе, сэкономить еще денег, сделав салат с крабовыми палочками вместо такого салата. Вот такой получился плов. Его хватит на три приема пищи. Например, еще на завтра, на обед и на ужин. На следующее утро я решила приготовить греческий салат. Такой салатик, я считаю, можно использовать для легкого завтрака или легкого ужина. Готовила я на двоих. У меня ушло половинка перца, помидор, половинка огурца и одна треть баночки сыра фету. Всем привет, всем доброе утро. Вот такая вот собака наблюдает за мной в окно. Вот так вот эта собака хочет сюда попасть. В своей будке ей не сидится. Да, вот так вот она рада нас видеть. Я только что помыла голову, поэтому волосы у меня мокрые, они жирные. И сегодня я на утро буду готовить легкий салатик из моркови. А на обед буду готовить блинчики. Но не обычные блинчики, а с ветчиной и сыром. Перед тем, как готовить блины, поставлю стираться белье. Так, поставлю хлопок, температуру 50 поставлю. И здесь постоянно машинка предлагает какое-то гигантское, просто ужасно длинное время стирки. Вон три часа предлагала с чем-то. Я так обычно ставлю, ну час сорок или пятьдесят минут, если надо уж очень быстро постирать. Для легкого и полезного витаминного салатика я взяла одну морковку, Потерла ее на терке. Терка вообще на кухне нужная вещь. Так много по объему салата получилось, а казалось бы всего одна морковка. Затем я для сладкого вкуса присыплю немножко сахаром. И обязательно добавлю капельку масла. Я думаю, что многие знают, каротин в моркови намного лучше организмом усваивается вместе с жиром. Поэтому лучше добавлять в такие салаты с морковкой или в свежевыжатый морковный сок, масло или жирные сливки. Просто чуть-чуть добавьте и это будет большая польза. Для блинчиков с ветчиной и сыром я уже пожарила на листнике пустышки. Обжариваю я их с одной стороны посильнее, а с другой поменьше. Потом заворачиваю начинку в ту сторону, которая поджарилась больше. Это дает возможность мне впоследствии разогреть их на сковородке с маслом и они не подгорят. У меня блинов получилось 16 штук. Я расходовала весь сыр и чуть больше половины ветчины. Ну и если бы я готовила только на себя, я приготовила бы конечно штук 6-8. Вот сейчас собираюсь жарить картошку. У меня здесь где-то 1,2-1,3 кг картошки. И вот я уже пожарила недавно курицу. Получится где-то на три раза на двоих. Ну а картошки я ем только свеженькую, а потом уже будет доедать Антон. Всем привет! Вот уже опять новое утро. Я по традиции сижу рядом с холодильником. И сегодня на утро я буду готовить свекольный салат. Вот у меня еще в холодильнике лежит 2 кусочка курицы и остаток картошки. Но я как-то, ну что-то перехотела есть что ли картошку и такую вот какую-то еду более плотную. Вот поэтому сейчас я буду делать салат из свеклы. Как раз ее достану. Это вот, что это? Колбаса ливерная для рэшки. Как раз достану свеклу. Это для меня свекла настоящая находка. То, что она отварная уже продается. И возьму еще майонез. Провансо люкс. И у меня здесь есть огурчики. Я возьму один огурчик. Надеюсь, что все меня простят. Вот такой у меня салат получился. Добавила соленый огурец. Чисто для солененького вкуса. И совсем немножко заправлю майонезом. Всем приветики. Сейчас буду готовить легкий и одновременно питательный салат. В состав которого входят яйца, майонез, сыр. И, как ни странно, апельсины. Апельсины и яблоки. Туда еще можно добавить банан. Но банана нет. Поэтому будем делать так. Для этого салата мне понадобится 3 яйца. 3 таких вот маленьких апельсинки. Если бы были большие апельсины, я бы взяла 2 или даже 1,5. Вот одно такое большущее яблоко. И сыр. Сыр и яйца я сейчас натру на этой терке. А яблоко и апельсины я постараюсь порезать соломкой. Вообще, салат этот круто делать слоеным. Вы, например, делаете слой яблока. Майонезом споливаете. Делаете потом слой чего-нибудь еще. Все переливаете майонезом. И в последнюю очередь добавляете сыр сверху. Посыпаете тоже майонезом. Но мы сейчас прямо этот салат съедим. Поэтому я не буду делать его слоеным. А сделаю просто в кастрюле. Перемешаю. И такой вот будет легкий и вкусный и полезный салатик. Вот такой получился цветной разноцветный вкусный салатик. Его даже получилось много. Можно использовать чуть меньше ингредиентов. Но вполне сойдет за такой хороший сытный завтрак. Или даже ужин легкий. Поехали. Поехали.